вот мои дорогие я хочу показать вам юбку давайте я поближе подойду смотрите какая красивая хорошенькая правда я вот сверху надела вязаную ажурную кофточку мастер-класс по этой кофточке уже вышел я вот рассказывала про резиночку вот на мне он вот такой вот я немножко поправилась когда я вязала эту юбку были расчеты немножко на полразмера я поправилась а так она красивая смотрите очень красивенькая очень хорошенькая вязать ее легко вязать и вот смотрите прибавляется петли вот вот в этой части за счет расстояния вот расстояние вот этой части юбки она увеличивается а эта часть вот как было 50 петель так она у меня здесь и осталось а увеличивали петли вот с этой стороны с двух сторон но если вы хотите юбку носить вот так например вот передний вот 100 петель они прямые с этой стороны она выглядит тоже неплохо видите можно эту юбку перевернуть и наносить я эту юбку и так и так нашел ну для чего вот в какой цели можно туда сюда двигать вот чтобы в некоторых местах она не вытягивалась не имеет ни переда не зада можете один день с этой стороны носить другой день с той стороны можете перевернуть смотреть на свою футболочку на все это вот смотрите с с этой кофточкой как она смотрится хорошо я правда на солнышко вышел сейчас осеннее время и смотрите эту кофточку если вы так вот снять она вот с водолазочкой с любой такой вот выглядит вот так не покажу смотреть неплохая юбочка очень хорошенькая юбочка смотрите носите лежите такие вот животик на спрятать и я вот говорила да насчет этих рядов вот можно если то можно в любом случае можно с туникой носить все можно сказать и здесь и здесь я конечно как носить не буду обязательно чуть сверху одену и воду красиво выглядит дорогие мои девочки вязальщицы я немножко вам вот юбка темного цвета я сейчас ее сфокусировала и сделала сделала так чтобы юбка было видно вот она сама юбка она вяжется очень просто ну давайте я постараюсь вам быстро капец как все объяснить она вяжется очень легко очень очень легко и просто очень самую юбку я вам сейчас покажу так давайте схемочку потом смотрите юбочка расклешенные все резинка здесь резинка по подалу резинку в подал надо делать чтобы она не закручиваясь хотите вы здесь можете какой-нибудь такой легкий легкий рисунок я здесь рис рисунок рис спустила и все вот в этой части все по лицевыми изнаночными петлями все объяснила да так пояс эта резинка подал резинка вот она или закрываете так закрывайте чтобы она прям вот тянулась и все и здесь немножко рис это рисунок один ряд второй ряд рисунки сделайте свяжите так для для красоты я здесь вот маленький ромбик дело что сзади что спереди но он в принципе его даже не видно все девочки я вам юбку показала вот она расклешенные теперь давайте перейдем к схеме и я здесь немножко сфокусирую так видно да вот видно теперь буду объяснять девчоночки смотрите пояс высота 4 5 сантиметров это на моей юбке вяжем лицевыми и изнаночными все больше нет здесь мы вяжем вяжем резинку 4 на 1 4 лицевые 1 изнаночные приходим к поясу приходим к поясу в поясе я вот так вот сверху вам вот так покажу вот он пояс примерно примерно мы взяли 300 петель примерно девочки если вы на ребеночка будете брать и вы просто смотрите любой любой любая фигура измеряете талию прибавляете 5 сантиметров провязываете свою пряжу 30 сантиметров пробник провязывать и смотрите сколько в 30 сантиметров сколько петель вкладывается соответственно и окружность смотрите и какая талия примерно это примерно примерно девчоночки примерно значит 300 петель мы делим на 6 объясню почему получается 50 вот смотрите на 6 части делим здесь 50 петель и здесь 50 петель а здесь мы смотрим как 100 петель 100 петель маркеры ставим только в этой в этих частях вот в этих местах соответственно если вы лицевыми вяжете то это изнанка вот эта часть изнанка вот эта линия изнанка линия изнанка эту юбку вы можете перевернуть и носить если здесь например лицевая петля так на той стороне будет изнаночная и все а юбка фасон ничего не меняется меняется только и знак и лицевая но можете и так перевернуть это перевернуть носить вот мы да объяснили вот здесь мы вешаем например вот здесь мы отмечаем у нас здесь красный маркер а здесь три желтых маркера к примеру и мы делаем вот так дальше у нас здесь 50 петель и вниз вяжем вот эти 100 петель мы не трогаем вообще не трогаем прибавляем только вот с внутренней стороны вот тут у нас красный маркер стоит 4 ряда в круговую провязываем раз вот возле красного маркера начали прибавлять с внутренней стороны по одной петли с внутренней стороны по одной петли опять провязываем 4 ряда с внутренней стороны возле красного маркера вот возле красного маркера мы провязываем 4 ряда здесь прибавляем опять 4 ряда здесь прибавляем 4 ряда в круговую прибавляем прибавляем и так мы приходим к самой широкой части бедра у меня он вот в этой части вот в этой части отсюда до сюда у меня 22 сантиметра 22 сантиметра мы берем 22 сантиметра сейчас я еще сфокусирую девочки чтобы было видно так вот смотрите вот поясочек вот он поясочек берем с поясочка мы прибавляем через каждые четыре ряда прибавляем 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 22 сантиметра я провязала это мои мерки провязала 22 сантиметра и уже здесь мы начинаем с этого расстояния самой широкой части бедра мы начинаем прибавлять через каждый 10 рядов девчонки через каждый 10 рядов у меня даже вот здесь прям видно вот и все прибавляйте через каждый 10 рядов провязывать вот это расстояние 40 сантиметров вот от самой широкой части бедра вот в этой части сюда 40 сантиметров и плюс можете вязать 60 можете вязать до пола если вы любите длинные юбки можете вязать длинные это на меня нормально вот вот эта длина ну в принципе я может быть еще и больше бы связала но у меня объем пряжи позволил 40 сантиметров провязать и у этой юбки у меня была футболка она была связана рукавами хейворд но у меня ее отдельно купили без юбки она у меня была вот такой же пряжи я сперва связала кофточку а потом у меня остаток пряжи остался и я решила юбку связать и в комплекте он был очень красивый но у меня верхнюю часть но купили поэтому сейчас я вам рассказываю про юбки и 40 сантиметров мы сюда только внутренней части девочки только внутренней части прибавляем сейчас давайте еще сфокусирую вот прибавляем внутренней части девчонки вот запоминайте и все и самая простая юбка ну самая простая но она шикарно смотрится я обязала юбку по таким же расчетам петель я вязала другую я вот сейчас вам фотографию покажу у меня ее купили она в стиле шанель исполнена я еще и и прошила вообще если будет возможность я такую юбку еще свяжу но в наличии у меня это юбка есть все девчонки ничего сложного бежите но вот я еще скажу вам еще скажу о том что можно сделать если спереди живой есть можно сюда укороченные ряды прибавить зависимости от вашей но фигуры там два вида 3 вида 4 5 это будет это укороченный ребенок например 5 укороченных рядов это действие до это рядов будет туда и обратно если у вас например попочка есть тоже вот в этой части вы будете прибавлять но вы смотрите здесь укороченный ряд связали все провязали обычную по рисунку опять в каком-то месте опять немножко связали укороченные а так немножко провязали это я имею ввиду вот только ту территорию где у нас называется пупочка вот там и будете и она у вас не в одном месте вот так отвиснет а так равномерно равномерно уйдет так что девчонки очень хорошенькая юбочка ею думаю надо воспользоваться этой выкройчик этой идеи вообще вязать самое-самое легкое девчонки очень хорошие очень но она очень хорошие тем более не надо не чушить никакие это все в круговую если вам понравился этот мастер-класс свяжите такую юбку предложите своим друзьям поделитесь моим видео подпишитесь и напишите комментарий